Утро на Болткоме. Всем доброе утро. Начинается программа Утро на Болткоме. Олег Пеков в студии. В первом часе мы поговорим о делах европейских наших соседей. Ну и то, как это может отразиться на Латвии. Эти решения. Сегодня Канада и США отмечают, кстати, День Сурка. Если кто-то хочет присоединиться, присоединяйтесь. Ну, мы говорим о событиях, которые сейчас будоражат Польшу. Уже третий день там происходят протесты, поскольку правительство Польши опубликовало в официальном вестнике решение Конституционного суда о запрете в стране абортов по причине не угрожающей жизни и здоровью матери патологии плода. И это очень ужесточило саму процедуру абортов, сделало их недоступными для женщин, ну, практически большинства польских женщин, которые выходят сейчас с манифестациями. И вот мы сейчас на эту тему поговорим с депутатом Европарламента. Ивер Ебс с нами на прямой связи. Здравствуйте, господин Ебс. Доброе утро. Доброе утро. Ну, да, ситуация немножко такая странная. Как бы два мужчины обсуждают такие женские, может быть, проблемы. Но, тем не менее, ведь эта проблема у наших соседей, вот такие протестные акции, которые могут даже привести к отставке правительства, некоторые, в общем-то, не исключают и таких, такого сценария развития событий. Вот как вы считаете, это то, что сейчас происходит, это, может быть, какая-то еще усиленная реакция Польши на усталость от локдауна, потому что в Польше тоже достаточно строгие ограничения. Это вызывает, накладывается один протест против другой. Ну, безусловно. В том смысле, что эти локдауны везде провоцируют некоторую протестную активность. Это мы видим везде. Я думаю, что самый такой яркий пример был в Голландии в течение последней недели. Но, что касается Польши, то, конечно, там немножко другая проблема, потому что это польское ультраконсервативное правительство, конечно, пользуется такими довольно чувствительными темами для того, чтобы их поддерживать. И в этом смысле они просто пользуются ситуацией. И это не началось с локдауна. Это уже началось давным-давно, когда в 2015 году Качинский и его партии, которые сейчас возглавляют польское правительство, являются такими евроскептиками, католическими консерваторами и так далее, когда они пришли к власти. И с тех пор уже, ну, скажем так, мы наблюдаем некоторую такую, ну, не скажем, реакционную, но скорее такую ультраконсервативную тенденцию в польской политике. Но то, что локдаун влияет, это, конечно, безусловно, это мы везде видим. Ну, вот скажите, очень странно, ведь Польша как будто бы идет не в ногу с Европой, поскольку европейские ценности как раз-таки поддерживают феминистское движение, а право женщин на аборты, оно считается, ну, вот одним из таких основополагающих краеугольных камней вот этой политики. Тут надо все-таки вспомнить две вещи. Первое, это то, что лечь идет не о том, что кто-то бы говорил, что аборт это что-то хорошее и что-то такое надо каким-то образом вообще тут позитивно оценивать. Нет, это скорее вопрос о том, кто принимает решение от того, делать или не делать аборт. И, конечно, мы видим, что, ну, в принципе, в либеральных демократиях в основном, конечно, это решение и предоставляется самой женщине. Что же касается Европы, то я бы, я скорее с вами согласен, но тем не менее надо учитывать тот факт, что Европа очень разнородная. В том смысле, что не все европейские страны поддерживают одну и ту же политику в этом отношении. И Евросоюз, понимая, что это очень чувствительные темы, просто не вмешивается. Если вы посмотрите на европейскую карту, как это там выглядит, тогда вы заметите, что до сих пор самая такая рестриктивная, жесткая политика по отношению к абортам была в Ирляндии, которая тоже является ультраконсервативной, ну, не скажем ультраконсервативной, но скорее католической страной, где до недавних пор католическая церковь играла огромную социальную роль. Там тоже почти что были запрещены аборты до недавнего. Но сейчас Польша идет в том направлении, но Евросоюз, конечно, не вмешивается в это. Понятно, что у Евросоюза с Польшей немножко другие проблемы, которые прямую не связаны с этой тематикой. Это то, что польское правительство пытается политически подчинять суды, судебной системе. И то, что они тут, ну, всякими методами разбираются с независимыми СМИ. Эти темы, я думаю, что для Европы на данный момент гораздо более, ну, скажем так, релевантны, потому что, что касается, например, семейной политики тоже, все эти вопросы насчет однополых браков, легализации однополых отношений, регистрации и так далее, это та сфера, где Европа не вмешивается. Даже несмотря на то, что у нас тоже любят говорить, что она нас давит, нас тут что-то спрашивает и так далее. Это не так. Но то, что Польша, конечно, ну, очень большая в первую очередь. И во-вторых, Польша, безусловно, очень политически такая активная страна. Если вы посмотрите, там очень яркий консерватор, но и очень яркая оппозиция, которая сейчас, конечно, вышла на улицы в смысле поддержки этого забастовки женщин, как они это называют. Насколько, вот, пример Польши может сыграть, там, не знаю, роль детонатора в Европе, оглядываясь на Польшу, другие страны Восточной Европы, которые тоже отличаются, ну, такими же консервативными, в общем-то, взглядами, не возьмут ли пример? Вы знаете, это очень интересный вопрос. Если смотреть на то, что Польша, конечно, она самая большая, безусловно. И поляки, как мы знаем, тоже имеют свой собственный взгляд на очень многие вещи, потому что они действительно чувствуют себя такой, ну, скажем так, влиятельным игроком в среднеевропейском пространстве. И понятно, что люди смотрят на Польшу везде, и в Латвии, и я думаю, что, ну, наши латвийские политики, это касается и нашего национального объединения, и новой консервативной партии, они, конечно, присматриваются к тому, что там происходит. Но в то же время, я думаю, что, ну, надо учитывать, что эта польская традиция все-таки очень-очень глубоко укоренена в католицизме, который не так уж силен. Ну, он, конечно, тоже влиятельен, но не так уж силен, например, в Латвии. Но, тем не менее, если вы посмотрите, ну, в Польше тут своя группа, которая называется, это Вышеградская группа вместе с Чехией, Венгрией и Словакией. И они, это так называемая Вышеградская группа, и да, они иногда, и это чувствуется и в Европарламенте, они иногда предлагают свой взгляд на вещи, которые отличаются от того, как вещи воспринимаются, например, во Франции или в Нидерландах. И это, ну, скажем, такая консервативная, оборонительная, немножко антиглобализационная, антилиберальная риторика. Там, конечно, присутствует, но надо учитывать тот факт, что, ну, эти все-таки страны демократичные. Там есть и оппозиции. В Польше, посмотрите, ладно, Кочинский, Кочинский и право и справедливость и так далее, но у них в Варшаве, например, совсем другая история, у них там либеральный мэр, и в этом смысле тут нет такого, что все было бы подчинено только Кочинскому этому консервативному течению. Как вы считаете, удержится ли вот партия «Закон и справедливость» Ярослава Кочинского у власти? Не сможет ли это, ну, вызвать какой-то правительственный кризис? Ну, вы знаете, если посмотреть на то, как они держатся, я думаю, что тут, ну, насколько я понимаю, там была история такова, что этот конституционный трибунал принял это решение, причем учитывайте то, что это решение насчет абортов не было принято при помощи парламента в октябре. Это был суд, который решил, что, ну, тут некоторые виды абортов, особенно те, включая те, которые связаны с, ну, какими-то патологиями, все-таки должны быть запрещены. Это было принято конституционным трибуналом у них, и сейчас они, насколько я понимаю, пытаются внедрить это в реальную жизнь, это то, о чем вы говорили, что тут было принято решение, и что надо действительно идти в этом направлении. И, несмотря на это, я думаю, что эта партия «Право и справедливость», она довольно консолидирована, у них президент, президент на данный момент, насколько я понимаю, все-таки держится немножко в стороне от всего этого, но у них уже тоже большая поддержка в населении, так что, я думаю, я не вижу такого, ну, близкого какого-то, неочередного изменения. Там я думаю, что у них выборы, по-моему, не в этом году. В этом году у них нет выборов, у них где-то 22-23 год, по-моему, что-то вроде этого. И там я думаю, что они удержатся. Ну, в Польше это традиции публичного протеста, когда люди выходят на улицы, включая левых взглядов, люди. Это давным-давно так и было. Ну, будем смотреть, как это будет продвигаться дальше. Вот я посмотрел статистику, очень есть любопытные данные, по-моему, в Португалии аборты были легализованы буквально совсем, ну, в 2007 году, там, 13 лет назад, но, тем не менее, говорят, что вот в Португалии количество абортов снижается, и вот такая вот вроде бы с одной стороны большая открытость, возможность, но, тем не менее, вот снижается количество женщин, которые прибегают к этим мерам, что, может быть, более такой, ну, как бы либеральный подход может погасить вот эту проблему в обществе. Ну, да, но в то же время, я думаю, что тут надо учитывать тот факт, что поляки, как и ирландцы и так далее, они же все-таки люди 21 века и европейцы. И в этом смысле понятно, что женщины, которые будут, ну, поставлены перед таким выбором или будут вынуждены делать такой выбор, понятно, что они будут искать какие-то другие выходы, и, насколько я понимаю, это не такая уже старинная история, что они будут просто ездить в другие страны, делать эти аборты, и что самое страшное, то, что они просто пойдут каким-то нелегальным, ну, в котором предоставляют такие услуги. И это, конечно, может закончиться очень-очень печально. Это в то же время не только вопрос именно абортов, но это скорее вопрос, безусловно, такого, ну, сексуального воспитания в школах, насколько вы открыто можете говорить со школьниками, с подростками об этих вопросах. И, насколько я понимаю, это тоже для этого консервативного правительства является большим вопросом, насколько в школе мы должны об этом говорить или надеяться, что, ну, скажем так, у них тоже до женитьбы или до выхода замуж у них просто такой темы вообще не существует, или мы просто притворяемся. И это, конечно, безусловно, лицемерие. Это, безусловно, лицемерие, потому что от этого страдают реальные люди, от этого страдают молодые девушки, которые просто не получают знаний, не получают, ну, каких-то элементарных вещей, которые связаны с этой сферой жизни. Ну, действительно, это очень такая деликатная тема, и даже, по-моему, в Соединенных Штатах Америки, в Техасе, опять-таки, там достаточно строгие ограничения на операции по прерыванию беременности, и, ну, вот мы видим, что вот это решение этой проблемы в разных странах бывает разное, но вот по вашему мнению, что работает больше, вот кнут или пряник, запреты или разъяснительная работа, помощь женщинам, в оказавшемся, вот, ну, скажем, если у нее нежелательная беременность. Ну, понятно, что я не думаю, что аборт должен быть очень таким легкой опцией для всего, для каждой женщины, которая этого желает, но в то же время полный запрет, как мы видим, это, я думаю, что другая крайность. Что касается того, как это влияет, я думаю, что, ну, понятно, чтобы, если, ну, скажем так, пытаться избавиться от этой практики в какой-то более долгосрочной перспективе, это, я думаю, что, конечно, и вопрос социального благосостояния и просто социальной безопасности, которые должны чувствовать молодые люди, которые стоят перед таким выбором. Но это, с другой стороны, и, конечно, вопрос образования, и вопрос воспитания, и в том смысле, что мы не должны скрывать просто факт и скрывать вещи, что касается, потому что незнание иногда приводит к очень печальным результатам. А что касается того, как государство должно поступать, ну, я думаю, что забирать себе это решение и внедрить полный запрет или почти полный запрет, я думаю, что это чисто эмпирически приводит к очень печальным последствиям. Так что, ну, еще раз, но Евросоюз, который у нас принят в последнее время винить во всех бедах, в это, в принципе, не вмешивается. Мы понимаем и в Европарламенте, что эта тема, ну, все-таки, вот очень глубоко укоренена в разных традициях, разных культурах европейских. Но вот мы уже упомянули с вами о том, что правительство Ярослава Качинского использовало, ну, во всяком случае, такая вот точка зрения есть, этот закон, как такой громоотвод, как в условиях недовольства людей в локдауне. Вот насколько, как вы считаете, в Латвии, в принципе, тоже начинается какое-то, вот чувствуется нарастание усталости, что может послужить в Латвии такого рода, не знаю, громоотводом? Какая тема, может, вот, ну, куда могут направить вот недовольство людей? Ну, вы знаете, у нас какая-то параллель, конечно, имеется. Это тоже, ну, связано с теми поправками Конституции, которые были поданы в начале этого года, что касается того, чтобы сделать дефиниции семьи более узкой и так далее, выключить какие-то, по мнению этих подавателей, этих поправок, какие-то неправильные формы семьи, чтобы от них избавиться, их не признавать и так далее. Это, я думаю, что происходит везде, что такие, ну, социально очень глубокие и чувствительные темы просто используются в политической борьбе. А что касается Польши, то, вы знаете, Польша – это все-таки, ну, очень интересная и очень такая живая страна. Если вы посмотрите на то, как они, в принципе, развиваются, тут надо учитывать и тот факт, что у них, конечно, экономика в очень, ну, по крайней мере, до этого кризиса развивалась очень хорошо, даже несмотря на, ну, скажем так, некоторые авторитарные тенденции. Польша – это, насколько я понимаю, единственная страна в Европе, которая в этом веке вообще не была ни в одном году в рецессии. У них все время росла экономика и так далее. И это тоже, конечно, влияет на ситуацию, потому что, ну, понятно, что мы становимся более, ну, продвинутым, более благосостоятельным, но и политики ищут другие культурные темы, да, этот культурный войн, как иногда называется. Это касается не только тут вопросов какого-то репродуктивных, но это касается и вопросов об истории, как мы знаем, это везде в нашем регионе довольно распространено. Это касается вопросов, например, того же самого, ну, отношений к европейской интеграции. Мы знаем, что Качинский является таким, ну, довольно ярким антиглобалистом, в том смысле, что Евросоюз тут все-таки не играет какую-то серьезную роль, но тут такие Европы – это суверенные страны. Так что, ну, да, но политики пользуются теми темами, которые они считают на данный момент важными для населения и для избирателей. Вы упомянули, что Польша входит в Вышеградскую группу, а Латвия вместе с кем отстаивает, скажем, свои интересы, кто является вот нашими союзниками, с кем мы блокируемся? Вы знаете, это очень интересный вопрос, потому что мы иногда вместе с эстонцами говорим о том, что мы принадлежим к этим северным странам, да, но это иногда так, потому что в некоторых вопросах, что касается рынка, свободной конкуренции и так далее, это действительно мы склонны быть союзниками со шведами, финнами и так далее. Что касается таких вопросов, ну, экономических, как распределяются деньги, то у нас очень много и союзников, безусловно, в вышеградских странах. И не только в вышеградских странах, но, например, я в своей политической группе в Европарламенте работаю довольно тесно с румынами, которые тоже, ну, имеют во многом те же самые проблемы, это тоже самое социальное неравенство и так далее. И, ну, а что касается каких-то вопросов безопасности, ну, тут, да, ну, тут Балтия, страны Балтии и Польша имеют очень много общего. Это касается в то же время, конечно, отношений с Российской Федерацией. Спасибо большое, Игорь Иебс, был с нами на прямой связи, депутат Европарламента. Спасибо вам. Мы продолжаем наш эфир. Я понимаю, что сейчас мы можем сделать небольшую паузу, после чего вернемся и продолжим разговор о ситуации в Польше и отношении к абортам.